Всем привет! Сегодня я решила показать вам, что в моей сумке. Вот такая вот у меня сумка. Видите, большая. Прямо почти что хозяйственная. Но вообще, эта сумка, я покупала ее в Спортмастере. Это чтобы ходить с ней на тренировку, но я с ней хожу везде и всюду. Потому что в ней лежит много чего и все время нужного. Понимаете, я вижу, что мелькает эта сумка у меня в разных видео. Ну, решила вам показать, что у меня там. Мы это видео решили снять вместе с моей дочкой Селиной Слэй. Она на своем канале покажет, что в ее рюкзаке. Ссылку я оставлю на ее видео внизу. Ну что, приступим? Ты это пугала за меня, как я тебе говорю. Я тебе что-то говорю, и ты начинаешь говорить. Ты вообще, тебя здесь нет. Ну что, я суть. Уже взяла. Ну, время идет. Ну, давай, давай. Ну что, приступим. Берем сумочку. Открываем. Сначала открываем большое отделение. Вообще, я такую сумку, когда покупала, я не в спортзал ее брала. Я ходила на работу и брала с собой обеды. И чтобы вот у меня обед туда поместился, там, контейнер с обедом. Там еще что-нибудь такое, может быть, нужное, что-то такое объемистое, да. Бывало там с работы, за хлебом зайду или что. Ну, в общем, все, сумочку сюда складывала. Ну, что ты ляги. Ну, первое, что самое крупное, лежит здесь косметичка. Это она еще здесь не полная лежит. Здесь еще много чего не хватает. Ну, в общем-то, я когда косметику показывала под за лицом, я вам показывала, чем я крашу лицо. И, в общем-то, здесь уже лежит то же самое, что тональный крем, румяна, тени америкейские. А откуда у тебя такая крутая косметичка? Я не поняла, что это. Губная помада, кстати. Вот это еще одна помада, которую мне дочечка подарила. Вот она сейчас на мне. Мне кажется, она мне идет. Розовенькая. Вот, смотрите, помада Диваш 3605. Вот какой цвет. Ну, вот сейчас на мне. Ну, пока здесь еще нету туши, там еще что-то. Это дома у меня. Я дома еще не была. Сколько ты уже дома не была? Блин, слюзы. Ты какая-то хмолочка. Ушла из дома, да, с походной сумкой. И дома еще не была. Девочки, косметичка у меня еще не полная, потому что я дома уже не была. Очень давно. С прошлого года. Реально, с прошлого года. Так и сказать. Девочки, косметичка не полная, потому что я дома не была с прошлого года. Уже, не знаю, какая там, третья неделя, наверное, или... Ну, да, третья неделя. Как я у дочки тут зависла. Вот, пользуюсь ее косметикой. В общем, это вот моя косметика, которую я брала тогда на Новый год. Тут она до сих пор и со мной. Девочки, я сказала мне... Кстати, косметичку подарила мне доча. Я дочке сказала, у тебя есть какая-нибудь косметичка? У нее полно всяких разных косметичек. Я говорю, чтобы она была не маленькая, чтобы она была такая вот побольше, мягенькая, темного цвета. Ну, в общем, как раз то, что надо мне. То, что надо. Походное. Ну, дальше у меня салфетки влажные лежат. Они нужны мне всегда, бывает. Ну, в общем, лежат. Это такое, знаете, которое на всякий случай. То, что на всякий случай у меня лежит здесь много чего. Так, ну, кошелек. Я открывать его не буду. У меня тут лежат карточки, у меня лежат тут права. Денежки лежат там. Какие-то визиточки лежат. Ну, в общем, такая вот. То, что у всех, в общем, кошелек лежит. Дальше у меня сухие салфетки еще есть. Глазные капли. Для увлажнения я ношу с собой. Бывает, начинают глаза печь. Там, просто от чего. Ну, увлажняющие капли, они вот мне нужны. Я их имею все. Блокнотик записной. Ну, понятно, чей-то телефончик записать или еще что-то записать. Все под рукой, все, нужна информация под рукой. Очки. Ну, очки для чтения мне нужны, потому что мелкий шрифт я плохо вижу. Поэтому очки тоже всегда ношу с собой. Так, что тут еще интересненького? Вот этот блокнотик мне доча подарила. И вот я, когда стала блогером, ну, пока я учу программу, еще не все, не все нюансы знаю в программе, поэтому я ей говорю, мне надо все записывать. Я все делаю по бумажечке, там, по подсказочке. Потому что я могу запутаться, забыть или еще что-то. Или что-то там спутать с чем-то. Поэтому вот каждый этап, что нужно сделать, я все пишу, все записываю. Ну, я такой, скрупулезный человек, дотошный, говорю. Перчаточки тоже ношу с собой, потому что у нас погода все время меняется. То плюс пять на улице, то минус. В общем, особенно если там снег выпал, а я подхожу, у меня машина вся в сугробе. И для того, чтобы еще зайти в машину, приходится сверху дверь освободить от снега, и, в общем, перчатки это вот ношу с собой. Нужная вещь. Девочки, изолента. Вот кинула я ее, потому что там где-то что-то там надо было мне изолентой замотать, там, там. Ну, вот она у меня и валяется в сумочке. В общем, такая, знаете, вещь, которая может пригодиться. А вот это я уже показывала в фикс-прайсе, я купила. Это размораживатель замков. Хотела оставить в машине, а потом думаю, а как я в машину попаду, если открыть ее не смогу? Приходится мне носить ее, пока зима, в сумочке. Потому что, если я подойду к машине, не смогу ключом открыть дверь, мне придется замок попшикать и потом открывать. Таскаю с собой теперь. А вот это тоже для машин. Вот если я подхожу, у меня там заляпаны боковые стекла, там, или еще какие-то стекла. Я люблю, чтобы у меня обзор был хороший. Это замша. Это специально для машины. Кстати, очень хорошая тряпочка для протирания стекол. Вот дома даже, когда я мою окно, она очень хорошо вбирает в себя влагу. Вообще, просто никаких разводов не оставляет. Вот эта такая тряпка, она вот какая-то вот... На ощупь она как, кажется, как резиновая, но она называется замша. И, в общем, такая вот классная вещь. Я ее с собой таскаю. Но в машине я ее зимой не оставляю, потому что она должна быть влажной всегда. И она в машине замерзает. И когда мне нужно протереть стекло, я достаю с туба, как камень, и он очень долго оттаивает. Поэтому приходится таскать с собой. Ну и потом она раз, грязная запачкалась, протерла, она запачкалась. Значит, ее надо домой привезти, помыть. В общем, она у меня в сумке живет. Это замша. Подзарядка к телефону. Тоже всегда вот нужна. Пока я тут у дочки. У нее свои подзарядки, они заняты. У меня свои. Девочки, вот это деклофенак. Это мазь обезболивающая. Когда болят позвоночник или суставы. Вот она обезболивает именно вот эти моменты. Вот как я перешла на раздельное питание, я деклофенаком пользоваться перестала. Но у меня в сумке лежит на всякий случай. А до этого несколько лет я пользовалась им каждый день. И несколько раз в день. У меня постоянно очень сильно болела спина. Оно на какое-то время обезболивает. И поэтому приходилось и на работу с собой носила, и там к дочке ехала. Куда иду, она у меня в сумочке всегда вот эта мать лежит. Еще и таблетки. Ну, таблетки дальше. В общем, тюбик уже, коробочка ушатанная. Ну, лежит. В этом отделении в большом как бы все. Но тут есть маленький кармашек еще внутри. Открываем. Вот тут у меня лежат всякие разные лекарства. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть всякие разные. И такие лекарства, знаете, которые могут пригодиться. Тоже там где-то из дома выехала. И вдруг что-то там заболело. Надо. Или я, допустим, приехала к дочке, но она этими лекарствами, например, не пользуется. Да? Или в гостях где-то. Ну, нету таких лекарств. Что, бежать куда-то? Мало ли там что. В общем, с собой ношу. Я могу, наверное, вам, может быть, перечислить просто наименование, что у меня тут лежит. Деклофенак. Таблетки. Цитрин. Это от аллергии. Ну, деклофенак. Это от обезболивающей. Смекта. От изжоги я ее применяю. Если там бывает нужно. Ну, это фурацелин. Я кидала, когда горло болело. Вот нужно пополоскать горло. Это вот такие желтенькие таблеточки. Ну, цитрамон. Это от головы. Фталазол. Это от диареи. Ну, тоже вот мало ли где-то вдруг что. Прихватит. Даже на работе ко мне часто обращались девчата, там, ребята. У тебя нет таблетки от того или от того. А у меня, как всегда, есть. Ну, в общем, ношу. Не мне так кому-нибудь пригодится. Муколтин таблеточки от кашля. А это амепрозол. Ну, я его применяю от изжоги. Если вот я чувствую, как изжога, может, начинается. Я амепрозол выпиваю и всё. Хотя раньше, вот до раздельного питания, я выпивала эту таблетку каждое утро на протяжении многих даже лет. Потому что изжога у меня была каждый день. Я просто с утра натощак, как положено, выпивала и всё. А сейчас я просто выпиваю иногда, потому что у меня всё-таки изжога, вот я заметила, даже на яблоке. Вот как бы сейчас фрукты надо есть, но почти все фрукты, кроме бананов, почти все, имеют какую-то кислинку. А так как у меня повышенная кислота, у меня сразу возникает изжога. Поэтому вот ношу. В общем, с лекарством всё. Дальше. А, не висил ещё тут лежит. Обезболивающее средство. Ну, тоже на всякий случай. Ещё у меня тут лежит пилочка для ногтей и щипчики для ногтей. Потому что у дочки такой пилочки нет, которая мне вот нужна, именно такая подходит. И щипчики у неё другие, я привыкла к своим уже много лет, они у меня. Ну, тоже вот лежат. Ногти раз-раз привести себе в порядок. Этот кармашек у нас уже освободился. Пошли дальше. Здесь сбоку есть ещё один большой карман. Ну, в этом кармане у меня обычно лежит телефон там. Сейчас телефон занят. Я на него снимаю. Что у меня тут есть? Выделитель. Ну, там, когда блокнот я заполняю, там, допустим, пишу, ну, как, оглавление, название, да, я выделяю. И те слова, которые ключевые, мне нужно быстренько увидеть, я их выделяю вот этим выделителем. Наношу тоже с собой. Гигиеническая губная помада. Ну, это тоже, это с собой нужно постоянно. Ручка, она нужна. Зажигалку почему ношу? Это турбо-зажигалка. Я специально купила её для, опять-таки, для замков. Но я купила ещё раньше, до того, как я купила вот этот вот. Но так как я его ещё не испробовала, вот этот размораживатель замков, я не знаю, как он действует, помогает он или нет. Так что зажигалка пока лежит. Если что, замочек зажигалочкой, турбо-зжу-зжу-зжу-зжу, и всё. Дальше у меня ещё что? Жвачка. Кормит уже. Ну и флешка. Мало ли какая информация, вдруг нужная будет сразу скинуть сюда на флешку. В общем, она у меня лежит ещё с тех пор, как я на работу ходила, потому что учебный материал иногда нам скидывали. Ну, в общем, это такая нужная вещь тоже на ходу, чтобы было. Всё, этот карман освободили. Ну и всё, остался маленький кармашек сбоку. В общем, там у меня лежат ключи. От квартиры ключи, от машины ключи. И всё. Больше там, где ключи, я ничего не храню. Все ключи быстро находились. Вот так. Ну всё, я вам всю свою сумочку продемонстрировала. Здесь бывает ещё много чего лежит. Ну, на данный момент, вот то, что лежит постоянно, то, что вот я таскаю, таскаю, всё её так на плечо закинула сумку и помчалась. А с другой стороны закидываю ноутбук. Ну, ещё в две руки два пакета с продуктами помещаются. Вот так и хожу, бешеная вся сумка. Всё, на этом я с вами прощаюсь. А теперь пойдёмте смотреть, что у Селены в рюкзаке. Кому понравилось моё видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылку на видео Селены я оставлю внизу. До новых встреч! Пока-пакар! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok